Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 29 июня. В июне 1957 года в руководящем органе КПСС, президиуме ЦК, обострилась борьба между первым секретарем ЦК Никитой Хрущевым и его коллегами по высшему партийно-государственному руководству СССР, во главе с Георгием Маленковым, Вячеславом Молотовым и Лазарем Кагановичем. Последние выступали как против резкого разоблачения культа личности Сталина и его трагических последствий для страны, так и против хрущевской авантюристической экономической политики. Молотов, Маленков и Каганович, поддержанные своими единомышленниками из Старой Сталинской гвардии, а также более молодым секретарем ЦК Дмитрием Шепеловым составили большинство в президиуме ЦК и провели решение о смещении Хрущева с его поста. Первый секретарь добился срочного созыва внеочередного пленума ЦК, собравшегося 22 июня 1957 года. На первом же заседании министр обороны СССР маршал Георгий Жуков резко осудил противников Хрущева, обвинив их во многих преступлениях, совершенных в годы правления Сталина. Таким образом, ему удалось переманить на сторону первого секретаря большинство членов ЦК. Шепелов не участвовал в сталинских репрессиях, но его наказали за измену Хрущеву и объявили примкнувшим к антипартийной группе. В итоге на заключительном заседании пленума 29 июня 1957 года было принято постановление об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепелова. В нем деятельность этих партийных руководителей квалифицировалась как несовместимая с ленинскими партийными принципами и постановлялась, вывести их из состава членов президиума ЦК и из состава ЦК, лишив тем самым всякого влияния в партии и государстве. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.